Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследовать обстоятельства передачи Международного аэропорта Одесса в частные руки в 2011 году, а также ситуацию с прекращением тяжбы между городским советом и владельцами аэропорта в 2015. НАБУ продолжает расследовать обстоятельства, при которых Международный аэропорт Одесса оказался в частных руках. 16 декабря там прошли обыски, а также следственные действия осуществлялись в Финбанке и самой мэрии. Как пишет ряд одесских интернет-изданий, согласно материалам производства, в 2011 году тогдашний городской глава Костусев вступил в сговор с бизнесменами, реализуя преступные намерения, направленные на завладение коммунальным имуществом, нарушив требования закона Украины о государственно-частном партнерстве и без проведения конкурса инициировал и обеспечил принятие соответствующего решения Одесским горсоветам от 8 июля 2011 года. В качестве взноса в уставный капитал ООО Горсовет внес основные средства КП Международный аэропорт Одесса. При этом с целью уменьшения доли Одесского горсовета в созданном предприятии вышеуказанные служебные лица, то есть Алексей Костусев и его дружная команда, использовали вывод о стоимости имущества, сделанной ЧП Бюро Маркуса. Документ этот основывался лишь на балансовой стоимости имущества и на момент принятия решения уже не был действительным. В итоге убытки территориальной громады города только от недополучения дивидендов составили свыше 36 миллионов гривен. Также набор работает по итогам хозяйственного спора между городсоветом и ООО Международный аэропорт Одесса, инициированного уже при Труханове. Суд первой инстанции установил, что предприятие было приватизировано незаконно и отменил решение суда 2011 года, вернув имущество городу. Однако, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной инвесторами, одесский городской голова Геннадий Труханов вдруг пошел на попятную и, цитирую, нарушив требования закона о местном самоуправлении, действуя по предварительному сговору с владельцами аэропорта, подписал с ними мировое соглашение. Согласно последнему, ООО обязалось вернуть городу какие-то ветхие строения, а сам аэропорт оставался частным. Более того, этим же мировым соглашением было прекращено действие упомянутого выше договора о корпоративных принципах управления, а вместе с ним аннулированное обязательство инвесторов привлечь 90-120 миллионов долларов США для устройства новой взлетно-посадочной полосы. То есть сам город вновь остался ни с чем. Набу продолжает следственные действия.